Ас-саламу алейкум, дорогие друзья, полуношники, простите ради Всевышнего за такое вторжение, но сейчас то, что творится в социальных сетях, не может нормального человека, кавказца, горца, мусульманина оставить равнодушным. Вы знаете, я, честно говоря, мне странно наблюдать за тем, как по поводу мнения, высказанного главой Чеченской Республики в исторической роли Шамеля в судьбе чеченского народа, причем не задевая его лично, высказывая ему слова уважения как к духовному лицу, и не сказав ни единого оскорбительного слова в адрес ни одного из народов Дагестана, вдруг вызывает такую бурную реакцию, что мы уже даже забыли об этом интервью, и начинаем теперь спорить о личности Шамеля. Но это нормально, когда есть у любой исторической личности, есть те, кто ее обожают, и те, кто ее терпеть не могут. Это нормально. Во Франции Наполеона одни обожествляют, делают его штандартом славы Франции, а другие считают его омерзительным подонком, который залил всю Францию кровью и отдал ее на растерзание союзным державам, таким как Великобритания, Австрия, Германия, ну, Пруссия тогда, да, и Россия, вот, или, например, тот же Иван Грозный на Руси, да, там, в московском царстве. Одни считают, что это садист-убийца, который, так сказать, живьем сдирал шкуру с живых людей, так сказать, да, бросал их псам, медведям и ломал им кости на дыбе, а другие считают, что это была вынужденная мера и делал на это якобы в ногу со своим средневековым временем для того, чтобы собирать русские земли, да, и, ну, Сталин, например, который расположился достаточно уютно рядом со своим, так сказать, кумиром Владимиром Ильичем Ульяновым Лениным, к которому тоже отношения разные. Одни считают Ленина кровавым диктатором и губителем России, безбожником, атеистом и вообще человеком, у которого, который умер, по сути, от сифилиса мозга, да, вот, параноиком и полным идиотом, вот, другие считают его гением, считают его вождем мирового пролетариата и основателем первого в мире советского государства, да, вот, Сталин то же самое, например, для нас, для чеченцев, для ингушей, для балкарцев и карачаевцев, для крымских татар и целого ряда других замученных им народов, вот, для нас он извергом был, есть и останется, но я не осуждаю, например, когда тех же, например, дагестанцев, которые считают, что Сталин это очень даже симпатичный, очень даже народный государственный деятель, которому нужно даже сегодня вставить портреты в авторитетных, на зданиях авторитетных вузов, и эту картину я видел собственными глазами, еще раз повторяю, я за это не осуждаю тех, кто это делает, ну, значит, у них такое мнение, ну, значит, они для них хороши, ну, бог с ним, это их дело, вот, поэтому, если высказывается точка зрения о Шамеле, которая отличается от той, что высказывают некоторые, бьющие себя в грудь, так сказать, патриоты, которые не знают собственной истории, да, то мы напомним, что, в общем-то, в Дагестане тоже неоднозначное отношение было всегда к Шамелю. Банально, вообще, в данном случае было бы прибегать к поэзии того же Расула Гамзатова, да, который его, ну, не будем, вы прекрасно все знаете, да, не вот, вы прекрасно все знаете о том, что Расул Гамзатов писал о Шамеле. И вообще, в угоду конъюнктуре, как говорил в одной из передач, по-моему, на встрече с Иваном Ургантом, уважаемый мной, Эдвард Радзинский, что история Шамеля менялась в зависимости от конъюнктуры и эпохи. Вот, и не надо на себя натягивать черкесские и боевые кинжалы тех мюридов, тех поистине орлов и настоящих мужчин, которые тогда отдавали свои жизни, борясь за свободу собственного народа, неважно, дагестанского там, да, чеченского или имамата Чечни и Дагестана. Полегло огромное количество людей, поэтому имеет право на существование точки зрения о том, что Шамиль был истребителем своего народа, как об этом сказал не я, а сказал его истребителем аварского народа, назвал великий аварский гений, гений Дагестана и народный певец Кавказа Расул Гамзатов. Поэтому эта точка зрения, она высказана главой Чеченской республики, и она имеет право на существование. Не надо так обижаться, не надо тут же хвататься за эти слова, да, интерпретировать их в каком-то негативном смысле, делать из этого повод для драчки, для того, чтобы обдавать друг друга ядовитыми парами. И все это делается совершенно непрофессионально, делается глупо, делается нелепо, и очень грустно бывает смотреть на то, как совершенно безграмотные люди, стоя с другой стороны, начинают колотить друг друга без оснований, без фактов, без знания, без соответствующего знания документов и архивных данных. И грустная, в общем-то, эта картина, которую, к сожалению, в наш технологичный век, век цифровых технологий позволяет этим людям позиционировать себя как историков, философов, политиков и так далее. Видимо, это издержки эпохи, и я очень надеюсь, что рано или поздно это все закончится, и закончится это миром, закончится это разумным выходом. Поэтому пусть здравствуют те, которые любят Шамиля, и пусть здравствуют те, кто его не любит. Пусть будут благословены те, для кого, так сказать, Наполеон герой, и пусть не знают бед те, кто считают его убийцей. Поэтому дай Аллах всем нам здоровья, дай Аллах всем нам разума. Но самое главное, знаете, что хорошо, в заключении вам скажу, что меня радует больше всего, что в судный день мы будем воскрешены и спрошены ни Наполеоном, ни Сталином, ни Лениным, ни даже Шамилем, что мы будем с вами спрошены за каждое наше слово, сказанное в адрес друг друга, нас с вами, по священной книге, Курану, являющимся братьями, за каждое слово, что мы написали и сказали в адрес друг друга, Алхамдулиллах, Рабил Алмин, как хорошо, что с нас за это будет спрашивать Всевышний Аллах, наш Вседержитель и наш Творец. Дай Аллах, чтобы мы стояли перед Ним со светлыми лицами и могли ответствовать перед Ним с чистой совестью за то, что ни разу не оскорбили своих братьев-мусульман. Вассаламу алейкум, вараматуллахи, вабаракату.